Привет, друзья. Это уже 924 выпуск интересных новостей из мира компьютеров. Так что усаживайтесь поудобнее и полетели посмотрим, что там произошло новенького. Компания TCL на выставке Display Week показала первый в мире дисплей с частотой 1000 Гц. Эта новинка имеет огромное разрешение 4К. И совсем непонятно, как они вообще добились 1000 Гц при таком большем разрешении. Можно предположить, что во всей этой истории есть какой-то нюанс. Ведь например можно вспомнить технологию Nvidia Ultra Low Motion Blur 2, которая тоже оперирует показателями в 1000 Гц. Фишка с ULMB2 в том, что там речь шла не о кадровой частоте, а о том, что сама Nvidia называет это чёткостью движения. Поэтому это как бы не совсем настоящие 1000 Гц. В любом случае, если у TCL реально получилось сделать дисплей 4К на 1000 Гц, то вообще непонятно какую видеокарточку нужно под такой экран. И там, наверное, не справится даже RTX 5090. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг по итогам 2024 финансового года получил компенсационный пакет в размере 34,2 млн долларов. Если сравнивать, то за год зарплата господина Хуанга выросла на 60%. Ведь годом ранее он получил 21,4 млн долларов. Понятное дело, что его зарплата выросла на фоне роста акций Nvidia из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Так что Дженсен Хуанг очень сильно поднялся на этом буме ИИ. И его зарплата выросла, в принципе, так нормально. Ну а на мегамаркете как всегда можно закупиться выгодными комплектующими. Вот, например, RX 7600, которая выходит дешевле 30 000 рублей и даёт базовый уровень производительности. Также тут есть RTX 4060 по адекватной цене. И она будет чуть хуже RX 7600, но лучше в плане трассировки лучей. А если вы собираете сборку на AM5, то взять Ryzen 7500F – это отличная затея. Ссылки на все товары я как всегда оставил в описании под роликом. Компания Polit решила наделить свои видеокарты гибридными системами охлаждения. А полноценный анонс таких моделей состоится на выставке Computex 2024. Из рекламного же ролика видно, что это модели линейки GameRock. И они оснащены очень массивным кулером с тремя вентиляторами. Но этот кулер совмещен с водоблоком. Какая именно эта модель Nvidia на сегодняшний день не совсем ясно. Но с большой долей вероятности это либо RTX 4090, либо 4080 или 4080 Super. Само по себе гибридное охлаждение у видеокарточек явление в принципе не новое, но всё равно довольно редкое. И возможно таким образом Polit готовится к предстоящим видеокартам RTX 5000. Ведь напомню, что у будущих моделей не будет самого современного 3-нм техпроцесса. И потреблять они скорее всего будут ещё больше, чем текущее поколение. И там возможно и пригодятся вот эти гибридные охлады. Технология масштабирования видео Nvidia RTX Video стала доступна в браузере Firefox. И она задействует мощности видеокарточек RTX и специальные алгоритмы для повышения качества видеопотока. Ранее технология RTX Video была доступна только для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge, и теперь к ним ещё и прибавился Firefox. Официально Frame Generation SDLSS 3 работает только с видеокарточками RTX 4000. Но благодаря тому, что всё больше игр получают поддержку технологии AMD, у игроков с картами RTX и GTX до RTX 4000 есть больше возможностей. И вот свежая игра Ghost of Tsushima обладает очень интересной особенностью. Ведь в ней можно включить генерацию кадров от FSR 3 и при этом использовать само масштабирование DLSS. Например, такая особенность очень сильно пригодится для видеокарты RTX 3090. Ведь она изначально не поддерживала генератор кадров DLSS 3. А так можно включить обычный DLSS без генерации кадров и играть на FSR. При этом никаких модов на игру ставить не потребуется. Ведь начиная с FSR 3.1, компания AMD отделила технологию генерации кадров от самого апскейлера. Компания Sapphire в рамках коллаборации с разработчиком 11-Bit Studios представила уникальную видеокарту RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition по мотивам градостроительной стратегии. К сожалению, эта видеокарта будет выпущена ограниченным тиражом, но в комплект поставки каждой единицы будет входить код на активацию Deluxe версии игры и также специальные кнопки для клавиатуры. Компания AMD решила не только поменять не так давно принятый принцип наименования своих мобильных процессоров, но заодно и отказаться от довольно понятной маркировки. Как сообщает менеджер Lenovo, в новом поколении Strix Point мы не увидим деления на модели U, H и HS. В новых процессорах нас будут ждать названия вроде Ryzen 7 AI 165. То есть никакого индекса U, H или HS тут не будет. Поэтому будет очень сложно определить, где энергоэффективный процессор, а где нет. С другой же стороны возможно AMD будет использовать вместо буквенного индекса цифры. И например Ryzen 7 AI 165 будет иметь TDP от 35 до 45 Вт, а какой-нибудь Ryzen 7 AI 160 будет иметь TDP от 15 до 28. Но это всего лишь предположение. Но к счастью, индекс HX для высокопроизводительных процессоров всё же сохранится. Хотя менеджер Lenovo говорит, что смысл этого индекса несколько изменится. Друзья, ну а я бы хотел вам напомнить, что у меня есть новостной телеграм-канал, где также выходят новости из мира железа, игры и технологий. И выходят там максимально оперативно. Поэтому не забывайте залетать по ссылке в описании и подписываться на мою новостную телегу. В сети появились первые результаты тестирования процессора Strix Point. Причём не в каком-нибудь Geekbench, а в самом Блендере, там где идёт полная нагрузка. Тестовый APU не имел какого-либо названия, но новинка точно имела 12 ядер и показала результат в 270 баллов. Если сравнивать с другими процессорами AMD, то это уровень настольного Ryzen 7 7700X. И это выше, чем у 12 ядерного Ryzen 9 3900X. Для мобильного процессора это в принципе очень хороший результат. Но важно понимать, что тут нет данных о частоте. И непонятно, насколько близок этот тестовый образец к серийному. Также в сети появились данные о ещё одном процессоре Intel линейки Lunar Lake MX. И он называется Core Ultra 5 238V. Если что, ранее мы уже слышали о Core Ultra 5 234V. И похоже, что это практически одинаковые CPU, если рассматривать процессорную часть. Но младший вариант будет оснащаться 16 ГБ АЗУ, а старший получит 32 ГБ. Сама линейка Lunar Lake в принципе и будет выделяться распаянной на общей подложке с CPU оперативной памятью, как это реализовано у SOC Apple M. Так что если эта информация верна, то Intel судя по всему будет давать немного разные имена однаковым моделям новой линейки с разным объёмом АЗУ. Что в целом не очень-то и удобно и понятно. При этом оба процессора будут иметь 4 больших и 4 малых ядра, что будет максимумом для линейки Lunar Lake. А от старших Core Ultra 7 их будет отличать 7 ядер в стройке против 8. Одна кристальная система Apple M4 в новейших планшетах iPad Pro преодолела отметку в 4000 баллов в однопоточном режиме Geekbench. Такого дикого результата удалось добиться благодаря экстремальному охлаждению в виде жидкого азота и разгону до частоты 4,41 ГГц. Также есть предположение, что чип М4 может и больше, но в iPadOS есть блок на частоте 4,4 ГГц, и проверить это сейчас, к сожалению, невозможно. Компания Microsoft планирует радикально изменить свою стратегию продаж игр Call of Duty, добавив следующую часть в свою игровую подписку Game Pass. По информации из осведомлённых источников, Microsoft расскажет об изменениях своей политики распространения видеоигр на ежегодной презентации Xbox в следующем месяце. И во всей этой истории напомню, что именно Call of Duty находилась в центре внимания регуляторов из-за сделки Microsoft Activision, которая состоялась в октябре 2023 года, после 21 месяца расследований и судебных разбирательств. В принципе, регуляторы тогда справедливо опасались, что приобретение франшизы Call of Duty может дать Microsoft несправедливое преимущество в сфере облачных игр. А в ответ Microsoft официально декларировала свою приверженность принципам добросовестной конкуренции. Также здесь стоит отметить, что Call of Duty это целый блокбастер, который продавался тиражом около 25 миллионов копий по 70 долларов в год. А сейчас же Microsoft его может предоставить в Game Pass за стоимость от 10 до 17 долларов в месяц. И на этом же моменте ролик подходит своему завершению, поэтому не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также не забывайте подписываться на мой новостной телеграм-канал. За финансовую же поддержку новостной движухи я как всегда говорю вам всем огромнейшее спасибо. До скорого, друзья!